Диагностика психического развития школьников. Содержание видеофильма. Первое. Психическое развитие школьника как объект психологического исследования. Второе. Особенности психодиагностики в системе школьной психологической службы. Третье. Психологическая диагностика интеллектуального развития детей. Четвертое. Психологическая диагностика личностных особенностей и межличностных отношений. Психическое развитие школьника как объект психологического исследования. Обучение и развитие психики школьника. Развитие психики школьника в значительной степени определяется социальной средой. От особенностей социального и культурного развития общества зависит принятая в нем система воспитания, обучения детей, начиная с государственных и частных учебных заведений, кончая спецификой семейного воспитания. Социальная среда – это и ближайшее социальное окружение, непосредственно влияющее на развитие психики школьника. Родители и другие члены семьи, иногда друзья семьи или священник. Школьные учителя – друзья. Вне социальной среды ребенок не может стать полноценной личностью. Человеческий детеныш со своей необычайно пластичной психикой усваивает то, что дается ему ближайшим окружением. И если он лишен общества людей, ничто человеческое в нем не появляется. Дети, лишенные социальной среды в начале своей жизни, потом не могут быстро и эффективно развиваться в благоприятных условиях. В психологии есть понятие «сензитивные периоды развития», периоды наибольшей чувствительности к определенного рода воздействиям. От своего ближайшего социального окружения любой ребенок получает хотя бы минимум необходимых ему знаний, умений, объема общения. Но взрослые должны учитывать, что легче всего он усвоит этические представления и нормы в дошкольном возрасте, основы наук в младшем школьном возрасте и так далее. Важно не пропустить сензитивный период, дать ребенку то, что нужно для его развития в это время. Лев Семенович Выгодский выдвинул положение о ведущей роли обучения в психическом развитии. Он считал истинно человеческие высшие психические функции продуктом культурно-исторического развития. Овладеть знаками, главным образом словом, а также цифрами и другим, и, следовательно, опытом предшествующих поколений ребенок может только в процессе обучения. Поэтому развитие психики не может рассматриваться вне социальной среды, в которой происходит усвоение знаковых средств, и не может быть понято вне обучения. Зона ближайшего развития и возможности ее диагностики. Когда высшая психическая функция формируется в процессе обучения, совместной деятельности ребенка со взрослым человеком, она находится в зоне ближайшего развития. Это понятие введено в Иготским для обозначения области еще не созревших, а только созревающих психических процессов. Когда эти процессы будут сформированы и окажутся вчерашним днем развития, их можно будет диагностировать с помощью тестовых заданий. Фиксируя, насколько успешно ребенок самостоятельно справляется с этими задачами, мы определяем актуальный уровень развития. Потенциальные возможности ребенка, то есть зону его ближайшего развития, можно определить в совместной деятельности, помогая ему выполнить задания, с которыми он еще не может справиться сам. Задавая наводящие вопросы, объясняя принцип решения, начиная решать задачу и предлагая продолжить и тому подобное. Обучение должно ориентироваться на зону ближайшего развития. Обучение по Выгодскому ведет за собой развитие, но оно не должно в то же время отрываться от развития ребенка. Значительный отрыв, искусственное забегание вперед без учета возможностей школьника, приведет в лучшем случае к натаскиванию, но не будет иметь развивающего эффекта. Сергей Леонидович Рубинштейн, уточняя позицию Выгодского, предлагает говорить о единстве развития и обучения. На определенном уровне развития школьник обучение должно соответствовать его возможностям. Их реализация в ходе обучения порождает новые возможности следующего, более высокого уровня. Развивающий эффект школьного обучения зависит от попадания учебных задач, которые ставятся перед ребенком в том или ином классе в зону ближайшего развития, определенную уровнем его общего умственного развития. Оценки по отдельным школьным предметам еще не дают информации об уровне развития определенных логических операций мышления. Для определения этого служит специальная диагностика умственного развития. Развитие личности школьника. Ребенок на каждом этапе своего возрастного развития требует в себе особого подхода. Задача системы образования и всех взрослых, воспитывающих ребенка, содействовать полноценному его развитию на каждом возрастном этапе антогенеза. Для этого необходимо знать особенности каждого возраста. Образовательные учреждения, а следовательно и практическая психология образования охватывают дошкольное детство от 3 до 6-7 лет. И детство школьное, включающее младший школьный 6-9 лет, подростковый 10-14 лет и старший школьный или ранний юношеский возраст от 15 до 17 лет. В этом заложен определенный смысл, так как система обучения и воспитания строится не на пустом месте, в них отражаются опыт и знания об особенностях детей, накопленные и осмысленные многими поколениями. Изменения процессов психической жизни ребенка и вообще человека внутренне связаны друг с другом. Отдельные процессы, восприятие, память, мышление и так далее, не являются самостоятельными линиями в психическом развитии. Каждый из психических процессов в своем реальном протекании зависит от общего развития личности, направленности, характера, способностей, эмоциональных переживаний. Выделим некоторые наиболее существенные личностные новообразования школьного детства. Младший школьный возраст, произвольность психических процессов, внутренний план действий, рефлексия собственного поведения, потребность в активной умственной деятельности, контроль и самоконтроль. Подростковый возраст, сознательная регуляция своих поступков, умение учитывать чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в своем поведении. Ранняя юность или старший школьный возраст, психологическая готовность к личностному и профессиональному самоопределению, включающему а. сформированность на высоком уровне психологических структур самосознания, б. развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность личности, среди которых центральное место занимают нравственные установки, ценностные ориентации и временные перспективы, в. предпосылки индивидуальности как результат развития и осознания своих интересов, потребностей, способностей. Выгодский отмечал, что каждому возрастному этапу соответствует не просто совокупность отдельных особенностей, новообразований, возникающих к концу этапа, а своеобразие целостной структуры личности и наличие специфических для данного этапа тенденций развития. Эти тенденции могут вступать в противоречие с наличными условиями жизни ребенка. Кризисы возрастного развития являются результатом неудовлетворенности потребностей ребенка, которые возникают у него к концу каждого возрастного периода вместе с основным личностным новообразованием. Каждый возрастной период имеет свою особую ценность, свой потенциал развития, свое значение в обеспечении перехода на следующий возрастной этап. Можно ускорить и интенсифицировать прохождение тех или иных этапов развития, но нельзя миновать ни один из них без ущерба для психического склада личности в целом. Что же является движущими силами психического развития ребенка, позволяющие ему переходить на следующую ступеньку возрастного развития? Во-первых, это противоречие между образом жизни ребенка и его возможностями, уже опередившими этот образ жизни, который приводит к возникновению новых потребностей. Появляется новый мотив деятельности, в соответствии с чем деятельность перестраивается, совершается переход к новой стадии развития психической жизни ребенка. Например, у подростка возникает потребность участвовать в жизни взрослых, а возможности это осуществить еще нет. Под влиянием сильного мотива у подростка меняется отношение к себе, миру, окружающим людям, взрослым и сверстникам. Он взрослеет. Противоречие всегда разрешается формированием более высокого уровня психического развития. Удовлетворенная потребность рождает новую. Неудовлетворенная потребность в возрастном изменении образа жизни и деятельности тормозит развитие, не мотивирует более сложную деятельность. Во-вторых, общее движение развития определяется соотношением внешних социальных условий и внутренних условий созревания высших психических функций. На каждом возрастном этапе обнаруживается избирательная чувствительность, восприимчивость к внешним воздействиям, сензитивность возраста. В-третьих, движущей силой развития является сотрудничество ребенка со взрослым, создающим ему зону ближайшего развития. Взрослый является как бы промежуточным звеном, посредником между ребенком и обществом. В-четвертых, суть движущих сил психического развития и становления личности соответствует возрастной периодизации, разработанной Даниилом Борисовичем Элькониным. В основе периодизации закономерная смена двух типов ведущей деятельности. Первый тип – это деятельность, внутри которой происходит интенсивная общая ориентация в смысле человеческой деятельности и освоение задач, мотивов и норм отношений между людьми. Это деятельность в системе ребенок, общественный взрослый. Второй тип – это деятельность, внутри которой происходит усвоение общественно выработанных способов действия, с предметами и эталонов, выделяющих в предметах те или иные их стороны. Это деятельность в системе ребенок, общественный предмет. Эти типы деятельности сменяют друг друга. По этой модели периодизации на школьный период приходятся следующие типы ведущей деятельности. Учебная деятельность для семи-десяти лет, эпоха детства. Интимно-личностное общение для десяти-четырнадцати лет и учебно-профессиональная деятельность для четырнадцати-семнадцати лет, эпоха отрочества. Эти периоды закономерно связаны между собой. Каждая эпоха открывается периодом, в котором развивается мотивационно-потребностная сфера. Идет преимущественное усвоение задач, мотивов и норм человеческой деятельности, происходит постепенное освоение ребенком этой сферы. Именно здесь подготавливается переход ко второму периоду, в котором происходит преимущественное усвоение способов действий с предметами и формирование операционно-технических возможностей. Овладение математикой, овладение грамматикой выступают как элементы человеческой культуры. Ребенок начинает все лучше ориентироваться в предметном мире и совершенствует свои интеллектуальные возможности. Переход от эпохи к эпохе происходит при возникновении несоответствия между операционно-техническими возможностями ребенка и задачами и мотивами деятельности, на основе которых они формировались. Это несоответствие необходимо учитывать, когда обучение строится с учетом сензитивности отдельных периодов детского развития. Признаком перехода от одной стадии к другой является изменение ведущего типа деятельности, ведущего отношения ребенка к действительности. В-пятых, движущей силой развития и показателем его нормального протекания является психическое и психологическое здоровье ребенка. В основе психического здоровья лежит развитие высших психических функций. В каждом возрастном периоде возникают определенные потребности в познании мира, деятельности, общении, а нарушения в развитии и психических способностей ребенка мешают удовлетворению этих потребностей, так как тормозят поступательное взаимодействие ребенка с окружающим миром людей, культурой, природой. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первое. Сензитивные периоды в развитии психики. Второе. В чем заключается единство обучения и развития. Третье. Возрастная периодизация по Эльконину. Особенности психодиагностики в системе школьной психологической службы. Психодиагностика как отрасль психологической науки и практики. Психодиагностика это область психологической науки и одновременно важнейшая форма психологической практики, которая связана с разработкой и использованием разнообразных методов распознавания индивидуальных психологических особенностей человека. Термин диагностика образован от греческого слова diagnostikos и переводится как способный распознавать. Согласно современному общенаучному представлению под термином диагностика подразумевают распознавание состояния определенного объекта или системы путем быстрой регистрации его существенных параметров и последующего отнесения к определенной диагностической категории с целью прогноза его поведения и принятия решения о возможностях воздействия на это поведение в желательном направлении. Соответственно, о психодиагностике мы говорим тогда, когда речь идет об особого рода объектах диагностического познания, о наделенных психикой конкретных людях. Если рассматривать систему обучения детей по аналогии системы управления, то психодиагностику следует считать важнейшим средством информационного обеспечения любого педагогического воздействия. Следовательно, любое педагогическое воздействие должно начинаться со сбора психодиагностической информации для выбора наиболее адекватного способа повлиять на ребенка и завершаться повторным психодиагностическим обследованием для сравнения реального и желательного результата воздействия. Переход от результатов поверхностных и случайных наблюдений к диагностическому выводу в научной психодиагностике требует применения особых методик и процедур, измерительных тестов и качественно количественных экспертных шкал. К основным понятиям психодиагностики следует прежде всего отнести диагностические признаки и диагностические категории. Признаки отличаются тем, что их можно непосредственно наблюдать и регистрировать. Категории скрыты от непосредственного наблюдения и поэтому в социальных науках их принято называть латентными переменными. Для количественных категорий часто используются также названия диагностические факторы. Диагностический вывод это переход от наблюдаемых признаков к уровню скрытых категорий. Особая трудность психологической диагностики заключается в том, что между признаками и категориями не существует строгих взаимооднозначных связей. Систематический перебор различных симптомов связанных с гипотетическим скрытым фактором обеспечивают тесты. Тест в психодиагностике это серия однотипных стандартизованных кратких испытаний, которым подвергается носитель предполагаемого скрытого фактора. Тестовые задания призваны выявить у испытуемого симптомы связанные с тестируемым скрытым фактором. Таким образом, современное понятие психодиагностики тесно связано с понятием психологическое тестирование, но не сводится к нему полностью, так как кроме тестовых, стандартизированных, измерительных, существуют экспертные, основанные на качественных экспертных оценках, или клинические психодиагностические методики, беседа, слабо стандартизированные проективные методики. Эти классы методик взаимодополняют друг друга. Стандартизованные количественные тесты эффективнее в тех случаях, когда нужно получить хотя бы приближенные данные о целой группе людей в кратчайшие сроки и при этом выбрать из имеющихся альтернатив решение, требующее количественного обоснования своей надежности. Кроме того, стандартизованные методы лучше защищены от возможных методических ошибок, возникающих вследствие низкой психодиагностической квалификации исполнителя, проводящего тест. Экспертные методы более эффективны в руках опытных, профессионально подготовленных психологов-диагностов. Они позволяют глубже и точнее проникнуть в уникальную жизненную ситуацию отдельного конкретного человека, но требуют гораздо больше времени на индивидуальную работу с ним. Особенно эффективны экспертные методы тогда, когда по их результатам сам психолог-диагност оказывает психологическую помощь, проводит коррекцию, психотерапию, тренинг, другие виды психологического вмешательства. Итак, в психологии психодиагностика служит своеобразным мостом между наукой и практикой. Наукой об индивидуальных психологических различиях дифференциальная психология и практикой постановки психологического диагноза. Однократное тестирование знаний по определенным предметам школьной программы, педагогические тесты, а также специальных навыков и умений, профессиональные профориентационные тесты, не дает достаточно полной информации о психических свойствах. Такое тестирование дает нам информацию о знаниях и умениях, но не о способностях, чертах личности и мотивах человека. Ясно, что знания и умения подвергаются более быстрой и легкой коррекции обучению и изменению, чем психические свойства личности. Это более оперативная диагностика, чем психодиагностика. Хороший же психологический диагноз позволяет прогнозировать поведение человека на гораздо более протяженном отрезке его жизни. В этом ценность прогноза на основе психодиагностики. В современной психодиагностике психологический диагноз может быть поставлен любому здоровому человеку и не обязательно означает отнесение к какой-то одной заданной категории или типу личности, а скорее подразумевает структурированное описание комплекса взаимосвязанных психических свойств, способностей, стилевых черт и мотивов личности. Под структурированностью психологического диагноза понимается приведение разнообразных параметров психического состояния человека в определенную систему. Они группируются по уровню значимости, по родственности, происхождение, по возможным линиям причинного взаимовлияния. Конечно, психологический диагноз нужен не сам по себе, а для психологического прогноза поведения. К примеру, по структуре интеллекта мы можем прогнозировать относительную легкость и быстроту усвоения арифметики и трудности в грамматике, но при этом всегда необходимо учитывать комплекс параметров. Особое значение для психодиагностики имеет понятие «норма». Здесь, как и в случае с психологическим диагнозом, положение затрудняется наличием обыденного значения этого слова, мешающего усвоению научного понятия. В психодиагностике различают такие виды норм, как статистические и социокультурные. Первый вид чаще применяется для оценки стилевых и мотивационных черт. Второй вид для оценки способностей и достижений, знаний и умений. Статистическая норма — это средний диапазон значений на шкале измеряемого свойства. Нормой здесь считается близость значения свойства к тому уровню, который характеризует статистически среднего индивида. Значимое отклонение от нормы в этом случае, выход за пределы среднего диапазона, называется акцентуацией, а данная личностная черта называется акцентуированной. Чем сильнее выражено это отклонение, тем более сильной считается акцентуация, вплоть до появления патохарактерологических признаков. Социокультурный норматив — это уровень свойства, который явно или неявно считается в обществе необходимым. Например, допустимо сделать одну ошибку-описку на страницу текста, но недопустимо десять ошибок. Если среднестатистический выпускник школы стал делать больше одной ошибки, то это не значит, что статистическая норма должна тянуть вниз социокультурный норматив. Очевидно, что всякое обучение должно быть ориентировано на нормативы, а не на статистические нормы. Цели и задачи школьной психодиагностики. Условно все задачи, возникающие во взаимодействии педагога и психолога в школе, можно разделить на психолого-педагогические и психологические. В первом случае цели и методы решения задачи определяет педагог, а психолог-диагност выполняет вспомогательную функцию, а именно проводит психодиагностику ученика, дает его психологический портрет и прогнозирует результат педагогического воздействия, а в большинстве случаев проводит и вторичную психологическую диагностику после воздействия. Этот тип задач связан с обслуживанием образовательной функции школы. Задачи второго типа, собственно, психологические, преимущественно решает школьный психолог. Они в большей степени связаны с реализацией воспитательной функции школы. В этом случае психологическая диагностика выступает как этап решения проблемы, где средства решения чисто психологические. Консультативная помощь, коррекция личности, психологический тренинг, индивидуальная и семейная психотерапия, психологические рекомендации и так далее. Важное значение имеет фактор заказчика. Запрос к психологу может поступать от педагога, от родителей, от самого школьника. Кроме того, поставить перед собой эту задачу может и сам психолог. Хотя содержание психодиагностической деятельности на этапе тестирования практически не зависит от того, кто сформировал на нее запрос, но на этапе интерпретации результатов возникает проблема перевода психодиагностической информации и психологических рекомендаций на язык ее пользователя. Кроме того, перед психологом встают этические проблемы, поскольку он должен исходить из гуманистического принципа защиты личности ребенка. В связи с этим задачи, относящиеся к образовательной функции школы, в большей мере решаются с использованием методик диагностики познавательной сферы, тесты общих и специальных способностей, тесты достижений. А задачи, относящиеся к воспитательной функции школы, решаются преимущественно с использованием личностной психодиагностики, тестов, опросников, проективных методик, а также метода экспертной оценки в его различных разновидностях. Легко увидеть следующую общую закономерность. Методы, относящиеся к образовательной функции школы, являются более объективными и стандартизированными. В их применении возможна более активная роль учителя, от проведения тестов общих способностей под руководством школьного психолога до самостоятельной разработки определенных тестов предметных знаний. Большинство методов личностной психодиагностики следует считать прерогативой школьного психолога. И если тесты и опросники могут быть применены учителями под его общим руководством, то большинство специальных методов наблюдения, тем более интерактивные методы, психологическая беседа и ролевая игра, должны быть реализованы школьным психологом в непосредственном контакте со школьниками. Принципы построения и организации психодиагностической деятельности школьного психолога. Любое психодиагностическое обследование может существенно повлиять на судьбу человека. Поэтому во всех странах, где психодиагностическая практика широко и интенсивно развивается, она регламентируется как общим профессионально-этическим кодексом, так и специально разработанными профессионально-этическими стандартами в области тестирования и психодиагностики. Любой учитель-предметник должен знать общие принципы, которым следует педагог-психолог в области соблюдения профессионально-этических норм в психодиагностике. Без соответствующих знаний педагог не сможет понять, почему в некоторых случаях школьный психолог просто не имеет права доверить учителю не только формулирование заключения по тесту, но и сбор первичной информации и должен проводить все психодиагностическое обследование от начала до конца самостоятельно. Именно психолог несет всю полноту ответственности за возможный моральный и косвенный материальный ущерб, в том числе ущерб для соматического и нервно-психического здоровья, который может быть причинен испытуемому при неправильном проведении обследования. Итак, перечислим эти принципы. Первый. Принцип специальной подготовки лиц, использующих психодиагностические методики. Требование применения диагностических методик только квалифицированными пользователями является первым шагом по защите индивида от их неправильного использования. Конечно, необходимая квалификация меняется в зависимости от типа диагностической методики. В тех случаях, когда результаты использования стандартизированных методик явно противоречат другим источникам информации о человеке, психолог должен взять на себя ответственность за то, чтобы признать результаты проведенного обследования недостоверными, но обосновать это свое заключение указанием на объективные факты, свидетельствующие о недостоверности этих результатов. Для того, чтобы быть свободным от ограничений в доступе к психодиагностическим методикам и информации, учитель должен пройти соответствующую психологическую подготовку, получить диплом государственного образца, пройти процедуру аттестации. Педагог, не прошедший процедуру аттестации, должен получать психодиагностическую информацию от школьного психолога. В некоторых случаях он может провести обследование под руководством школьного психолога, и тогда начинает действовать принцип личной ответственности. Он заключается в следующем. Если психолог привлекает к определенным работам по выполнению психодиагностического обследования каких-то исполнителей, не являющихся аттестованными специалистами в области психодиагностики, в частности, педагогов-предметников, то вся полнота ответственности за правильность проведения методики и корректность интерпретации и использования ее результатов целиком лежит именно на психологи. Второе. Принцип ограниченного распространения психодиагностических методик – принцип профессиональной тайны. Этот принцип гласит, сертифицированные психологическим обществом профессиональные психодиагностические методики могут распространяться только среди аттестованных специалистов. Он тесно связан с предыдущим и имеет двоякую цель – неразглашение содержания методик и предупреждение их неправильного применения. Сертифицированные тесты достижений, разработанные в центрах, аккредитованных органами народного образования, могут использоваться педагогами как для оперативного, так и для аттестационного контроля над уровнем знаний. Любой педагог может самостоятельно разработать тест достижений, но использовать его он может только для оперативного контроля над уровнем знаний своих учеников. Методы экспертной оценки личностных качеств учащихся могут использоваться любым педагогам, но полученные при этом результаты следует применять только в оперативной педагогической работе с данными учащимися без аттестационного значения, то есть без передачи другим лицам и организации. Третье. Принцип обеспечения суверенных прав личности. В связи с использованием личностных тестов возникает проблема возможного посягательства на тайну личности. Это сложная проблема, так как о сущности некоторых тестов, раскрывающих эмоциональные и мотивационные особенности, а также установки личности, испытуемому обычно не сообщается, в то время как в ходе тестирования он может помимо своей воли продемонстрировать такие свои черты, о которых он предпочел бы не сообщать. Основной этический принцип в данном случае гласит, человек не должен подвергаться какому-либо обследованию обманным путем. Это значит, что человек перед обследованием должен быть предупрежден о том, кто будет иметь доступ к результатам тестирования и какие решения на основании этих результатов могут быть приняты. Четвертое. Принцип объективности. Обследование должно быть абсолютно беспристрастным. На его исполнителя не должны влиять общие впечатления о личности обследуемого равно как и собственное состояние или настроение. Пятое. Принцип конфиденциальности. Вся информация, получаемая в процессе обследования, должна быть строго конфиденциальной, то есть доступной только для тех, кому она предназначена. В данном случае необходимо четко определить, кому и в какой форме психолог может сообщать информацию по результатам обследования. Например, психолог должен обеспечить такое преподнесение информации, чтобы родители осознали свою личную ответственность за возможные невысокие результаты их ребенка по тестам, а не видели в этом лишь вину ребенка, которого за это можно и нужно наказывать. Но если учащийся не был предупрежден о том, что результаты тестирования узнают учителя и родители, то психолог вообще не имеет право сообщать их ни тем, ни другим. В тех случаях, когда работодатель или высшее учебное заведение просит предоставить им данные тестового обследования индивида, проведенного в школе, требуется получить его согласие на передачу данных. Другая проблема относится к сохранению диагностических данных в учреждениях. Требование конфиденциальности психологической информации может нарушаться только в тех случаях, когда нераскрытие диагностических данных представляет опасность для самого обследуемого или для общества. Шестое. Принцип психопрофилактического изложения результатов. Испытуемый также должен иметь возможность комментировать содержание своих результатов и при необходимости разъяснять или исправлять фактическую информацию. В тех случаях, когда заведомо известно, что данные тестирования могут быть использованы родителями или учителями как дополнительный инструмент в конфронтации со школьником, которая носит для него психотравмирующий характер, школьный психолог должен преподносить информацию о ребенке в форме, снижающей риск обострения подобной конфронтации. Если психолог владеет какой-то информацией о школьнике, которую не запрашивал учитель, но опасается, что она приведет к ухудшению положения ребенка в классе, то психолог имеет право вообще не сообщать эту информацию педагогу. Критерии в диагностической работе школьного психолога. Критерии в диагностической работе школьного психолога в большинстве случаев совпадают с общепринятыми критериями психодиагностики. Когда школьный психолог применяет стандартизованный тест, то за этим стоит большой труд разработчиков такого теста. Напомним, что этап разработки теста — это строгий научный корреляционный эксперимент, с помощью которого психологи проверяют, реально ли данный тест измеряет то, что он предназначен измерять. При научной организации работы по созданию тестов используются внешние критерии, независящие от воли и желаний разработчиков. Те задания, которые дают результаты, совпадающие с критерием, называются валидными. При использовании нестандартизованных методик вопрос о том, подводится или не подводится какой-то нестандартный ответ школьника под определенную категорию, решает сам психолог. В практической деятельности школьному психологу приходится сталкиваться со значительным количеством критериев, на основании которых при принятии решения по результатам психодиагностической задачи выбирается та или иная альтернатива. Например, по вопросу о готовности ребенка в школе существует два основных варианта решения — принять ребенка в школу или оставить его в дошкольном учреждении. Если же школа обладает определенной спецификой в характере образования, языковой и другие уклоны, то задача диагностики дополняется определением критерия, на основании которого можно говорить о том, в какой степени ребенок готов успешно обучаться именно в этом учебном заведении. В других случаях вопрос о критерии принятия решения выглядит более сложным. Рассмотрим, например, проблему комплектования классов. Если в школе несколько параллельных классов для одного и того же возраста — это ципичная ситуация, то возможны два крайних варианта их комплектования. Первый — сформировать разные по силе классы из одинаково сильных или одинаково слабых учеников по уровню их готовности и одаренности. Второй — сформировать равные по силе классы со смешанным по уровню способностей составом учеников. И тот и другой варианты не являются идеальными. На самом деле в любом классе должны быть звезды и те, кто тянется за ними. Поэтому в относительно слабом классе целесообразно предусмотреть наличие своих звездочек детей, хотя бы немного превосходящих средний уровень. И тогда при формировании этой столь важной для ребенка группы, с учетом уже задач воспитания и формирования личности, необходимо учитывать представление о структуре межличностных отношений между детьми в классе. В то же время структура класса должна соответствовать педагогической манере и возможностям конкретного педагога. Наиболее умелые и тонко чувствующие свой педагогический потенциал учителя сами подбирают детей в класс, следуя собственным принципам. Наличие объективных психодиагностических данных здесь может быть лишь подспорьем для педагога, который сам вырабатывает и предлагает критерии принятия решения. Следует отметить, что психодиагностическая информация является лишь частью сведений о личности ребенка, которые психолог получает из разных источников. Таким образом, принято считать, что в психодиагностике объективность использования тестов и других диагностических методик определяется подготовкой профессионала-психолога. Но при этом прогноз на основании полученных результатов сегодня возможен только с вероятностной точностью. Отметим, что такое же положение существует и в других науках. Психодиагностика в профориентационной работе школьного психолога. К старшему возрасту у части школьников возрастает интерес к учебе, частично утраченный в 12-13 лет. Перед ними стоит проблема профессионального выбора. Десятые и одиннадцатые классы, по сути, являются этапом предпрофессиональной подготовки. Многие учащиеся в этот период начинают активно готовиться к поступлению в ВУЗы. Важнейшее значение приобретает профориентационная работа со школьниками. Растет количество учащихся, обращающихся за консультацией к школьному психологу, который должен помочь им в профессиональном самоопределении. Психологическая профконсультация проводится на основе общих принципов психологического консультирования. Психологическая диагностика призвана помочь школьнику определиться в выборе своего жизненного пути, в частности, профессиональной карьеры. В профконсультации диагностируется 1. Представление испытуемого о мире профессий, о своем жизненном пути. 2. Профессиональные интересы и склонности. 3. Профессиональные способности. 4. Общий уровень развития интеллекта. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первое. Методы психодиагностики. Второе. Принципы применения психодиагностики. Психологическая диагностика интеллектуального развития детей. Психодиагностика развития мышления учащихся. Обследования с целью выявления умственно отсталых и особо одаренных детей важны, но относительно эпизодические и не самые типичные виды психодиагностики. Они предпринимаются в начальных классах и на рубежах перехода из начальной школы в средние, а затем в старшие классы. Более типовая и регулярная задача это задача ежегодного контроля над тем, как влияет процесс школьного обучения на умственное развитие учащихся. Как мы уже говорили, психолого-педагогический постулат обучения должно вести за собой развитие на практике должен приводить к тщательному контролю над тем, чтобы не возникало таких ситуаций, когда обучение, недогружающее уже имеющийся интеллектуальный потенциал данного школьника, тормозит развитие или, наоборот, далеко оторвавшись от реальных возможностей, ничего не дает развитию, так как выходит за пределы зоны ближайшего развития. Содержательная информация об уровне умственного развития школьника, индивидуальных особенностей его познавательной деятельности, необходимы учителю для следующих целей. Осуществление индивидуального подхода, подбор заданий, наиболее эффективно влияющих на развитие умственной деятельности, воздействие на личность ученика через индивидуализированную оценочную деятельность, организация совместной с родителями деятельности по совершенствованию процессов мышления школьников, выявление наиболее умственно одаренных детей, правильная оценка своего педагогического труда, реализация творческого подхода к преподаванию. Для диагностики умственного развития и оценки предметной успеваемости в школе используются тесты интеллекта и учебных достижений. Последние носят название педагогических или дидактических тестов. В настоящее время можно выделить две главные функции этих групп тестов в системе образования. Во-первых, обеспечение эффективного усвоения учебных знаний и навыков, а также полноценного умственного и личностного развития. Во-вторых, оценка качества самого образования, то есть выявление того, насколько та или иная образовательная система обеспечивает всестороннее развитие ребенка. В соответствии с этим можно выделить два класса психодиагностических задач, решения которых требуют применения тестов интеллекта и учебных достижений. В первый входит диагностика готовности к школе, определение причин школьной неуспеваемости, выявление одаренных детей, дифференциация обучения, выявление сложности и отклонений в развитии и другое. Ко второму можно отнести оценку эффективности программы методов обучения, контроль над умственным развитием и приобретенными знаниями и навыками. Интеллект можно определить как присущий каждому человеку психофизиологический механизм, который постоянно находится в действии и служит условием, предпосылкой приобретения, переработки и применения поступающей информации. Под умственным развитием понимается совокупность как знаний и умений, так и умственных действий, сформировавшихся в процессе приобретения этих умений и знаний. Если интеллект – это условие усвоения знаний и умений, то умственное развитие характеризует в первую очередь содержание, способы и формы мышления. В тестах обучаемости, основанных на идее зоны ближайшего развития, удается преодолеть один из основных недостатков тестирования – выявление наличного уровня достижений без ориентации на потенциальные возможности человека, которые при традиционном подходе остаются скрытыми. В эти тесты включают педагогическое воздействие и отслеживают успешность дальнейшей деятельности испытуемого после вмешательства взрослого. При решении проблемы нормативности психического и личностного развития главной задачей является разработка теоретических принципов критериально ориентированной диагностики и их реализации в конкретных методах. В качестве критерия можно использовать так называемый социально-психологический норматив. В сжатом виде его можно определить как систему требований, которые общество предъявляет к психическому и личностному развитию каждого из его членов. Оценка результатов тестирования должна проводиться по степени близости к социально-психологическому нормативу, который варьируется в зависимости от образования и возраста. Теоретической основой его определения служат сложившиеся в психологии понимания развития, которые характеризуются как специфический процесс усвоения или присвоения ребенком достижений предшествующих поколений. Социально-психологические нормативы историчны. Они меняются вместе с развитием общества. Время существования нормативов зависит от отнесенности к той или иной сфере психического, с одной стороны, и от темпов развития общества, с другой. Так наиболее динамичны нормативы умственного развития, поскольку научно-технический прогресс выдвигает все новые требования к человеку, его подготовленности, знаниям, умениям, а это влечет за собой пересмотр учебных программ, квалификационных требований. Введение принципа нормативности заставляет пересмотреть способы обработки результатов. Приоритетным становится качественный анализ результатов тестирования. Поскольку в тест закладывается совершенно определенное содержание, понятие, логика, функциональные отношения и прочее, то качественный анализ позволит выявить трудности, недостатки развития, наиболее типичные ошибки, наименее усвоенные содержательные характеристики и так далее. Все это ведет к открытию возможности построения коррекционной работы, которая была оторвана от психодиагностики при традиционном тестировании. Более того, принцип коррекционности выдвигается как один из важнейших принципов разработки нормативной методики. Рассмотрим психодиагностические методики по их отнесенности к разным возрастам. Для диагностики умственного развития учащихся младших классов могут быть применены тест Дэвида Векслера и тест Джона Равена. Тест Векслера необычайно популярен во многих странах мира, поэтому рассмотрим его подробнее. От других методик он отличается тем, что это один из немногих тестов, которые разрабатывались сначала для взрослых и позднее переделывались для детей разного возраста, от 6,5 до 16,5 лет. Детский вариант теста включает 12 субтестов. Первое. Осведомленность. Второе. Понятливость. Третье. Арифметический. Четвертое. Сходство. Пятое. Словарный. Шестое. Повторение цифр. Седьмое. Недостающие детали. Восьмое. Последовательные картинки. Девятое. Кубики коса. Десятое. Складывание фигур. Одиннадцатое. Кодирование. Двенадцатое. Лабиринты. Тест прошел все необходимые проверки. Получены высокие показатели его надежности и валидности. Векслером также была создана шкала для школьников и младших школьников, которая может быть использована для диагностики готовности к школе и оценки причин неуспеваемости. Еще одним очень популярным тестом умственного развития, который пригоден для младших школьников, является тест Равена или прогрессивные матрицы Равена. Этот невербальный тест в черно-белом варианте предназначен для обследования детей старше восьми лет. Тест состоит из шестидесяти композиций, которые также называются матрицами с пропущенным элементом. Испытуемый выбирает недостающий элемент среди шести-восьми предложенных. Задания сгруппированы в пять серий, каждая из которых включает двенадцать однотипных матриц, расположенных в порядке возрастающей трудности. Время выполнения теста не ограничено. Он может проводиться как индивидуально, так и в группе. При выполнении теста испытуемый должен проанализировать структуру композиции, понять характер связи между элементами и выбрать отсутствующий элемент из предлагаемых на выбор ответов. Для успешного выполнения требуется умение концентрировать внимание, умение мысленно оперировать образами в пространстве, хорошо развитая перцепция, логическое мышление, своеобразная визуальная логика. Результаты обследования с помощью теста Равина обладают высокой надежностью и хорошо коррелируют с результатами по тесту Векслера. Предусмотрен перевод показателей в стандартные с вычислением IQ. Для диагностики умственного развития учащихся седьмых-девятых классов был разработан школьный тест умственного развития, ШТУР. В задание ШТУР включены понятия, подлежащие обязательному усвоению в учебных предметах трех циклов – математического, гуманитарного и естественно-научного. Помимо этого, тест позволяет определять осведомленность в некоторых понятиях общественно-политического и научно-культурного содержания. Тест состоит из шести субтестов. Первый и второй – на общую осведомленность, третий – на установление аналогии, четвертый – на классификацию, пятый – на обобщение и шестой – на установление закономерностей в числовых рядах. Первое отличие ШТУР от традиционных тестов – особое содержание, которое представлено в заданиях, не житейские, а школьные понятия, обязательные для усвоения. Второе отличие – иные способы репрезентации и обработки диагностических результатов. Отказ от статистической нормы и использование в качестве критерия оценки индивидуальных результатов степени приближения к социально-психологическому нормативу. Третье отличие – коррекционная направленность методики, то есть возможность предусматривать на ее основе специальные способы исправления замеченных дефектов развития. ШТУР соответствует высоким статистическим критериям, которым должен соответствовать любой диагностический тест. Он апробирован на больших выборках и доказал свою эффективность при решении задачи определения умственного развития учащихся подросткового возраста. Для диагностики умственного развития старшеклассников 8-11 класса может быть использован тест структуры интеллекта Рудольфа Амтхауэра. Он создан в 1953 году и предназначен для измерения уровня интеллектуального развития детей в возрасте от 13 лет. Тест разрабатывался как средство диагностирования уровня общих способностей в связи с проблемами профессиональной психодиагностики. При создании теста Амтхауэр исходил из концепции, согласно которой интеллект является специализированной подструктурой в целостной структуре личности и тесно связан с другими компонентами личности, такими как волевая и эмоциональная сфера, интересы и потребности. Тест состоит из девяти субтестов, каждый из которых направлен на измерение различных функций интеллекта – осведомленность, классификации, аналогии, обобщение, арифметические задачи, числовые ряды, пространственные представления – два субтеста, запоминание вербального материала – три субтеста. Тест адаптирован на российской выборке школьников. В педагогической психологии разработано несколько тестов для определения уровня развития мышления у школьников. Ученикам предлагается решать такие задачи, на основе результатов выполнения которых можно сделать вывод о степени выраженности способности действовать в уме. Внимание ученика и его оценка. Оценка устойчивости внимания. Для проведения исследования используется стандартный бланк теста «корректурная проба» и секундомер. Исследование необходимо проводить индивидуально. Начинать нужно, лишь убедившись, что у испытуемого есть желание выполнять задание. При этом у него не должно создаваться впечатление, что его экзаменуют. Экспериментатор выдает учащемуся бланк и сообщает, какие буквы надо отыскать. Он предлагает последовательно рассматривать каждую строчку, отыскивать нужные буквы и зачеркивать их. Задание требуется выполнять быстро и точно. Испытуемый начинает работать по команде экспериментатора. Через 10 минут отмечается последняя рассмотренная буква. При обработке полученных данных психолог сверяет результаты в корректурных бланках, испытуемого с программой, ключом к тесту. Из протокола тестирования в психологический паспорт школьника вносятся следующие данные. Общее количество просмотренных за 10 минут букв, количество правильно вычеркнутых за время работы букв, количество букв, которые необходимо было вычеркнуть. Рассчитывается оценка продуктивности выполнения задания, равная количеству просмотренных за 10 минут букв, и оценка точности, равная отношению количества правильно вычеркнутых букв, количество букв, которые надо было вычеркнуть. Интегральный показатель устойчивости внимания определяется с помощью специальных таблиц. Оценка объема динамического внимания. Для проведения исследований используются таблицы Горбова. Четыре таблицы размером 35 на 35 см, содержащие 25 клеток, в которых в случайном порядке написано одно из чисел от 1 до 25. Нужны также секундомер и указка. Для записи результатов задания заранее готовится протокол. В первую очередь психолог должен сформировать у ребенка желание выполнить задание. Исследование проводится индивидуально. Ребенок приступает к выполнению задания после устной инструкции. На таблице нарисованы цифры от 1 до 25. Необходимо как можно быстрее найти и показать указкой все цифры. Экспериментатор фиксирует и заносит в протокол время выполнения задания по каждой из четырех таблиц. При обработке результатов обследования подсчитывается общее время поиска цифр по всем четырем таблицам. Оценка переключения внимания. Для проведения исследования используются таблицы Горбова-Шульте размером 49 на 49 сантиметров с цифрами от 1 до 25 черного и от 1 до 24 красного цвета. Секундомер и указка. Обязательно заранее подготовить протокол для регистрации в нем времени выполнения задания и ошибок при поиске цифр. Занятие проводится индивидуально с каждым испытуемым. Перед ним вертикально на столе устанавливается таблица, дается указкой, сообщается инструкция на таблице 25 черных цифр от 1 до 25, 24 красные цифры от 1 до 24. Нужно показывать и называть черные цифры в возрастающем порядке от 1 до 25, а красные в убывающем порядке от 24 до 1. Необходимо вести счет попеременно. Сначала называть черную цифру, потом красную, затем вновь черную, за ней красную до тех пор, пока счет не будет окончен. Выполнять задание нужно быстро и без ошибок. Экспериментатор фиксирует в протоколе время отдельно по каждому из пяти этапов, по 10 цифр на каждый этап. И ошибки испытуемого следующих этапов, замена порядка, ошибка, при которой испытуемые цифры, называемые им в возрастающем порядке, и начинает называть в убывающем порядке, наоборот, замена цифры, изменение ее порядкового номера, замена цвета. При обработке результатов рассчитывается общий показатель переключения внимания равный сумме показателей по пяти этапам. Для его вычисления необходимо определить успешность выполнения задания, поиск цифр с переключением для каждого этапа отдельно. Единый оценочный критерий, отражающий показатель переключения внимания, равен времени поиска цифр, с учетом совершенных ошибок. Анализ экспериментальных данных имеет смысл осуществлять в нескольких направлениях. Во-первых, в результате сопоставления данных делается вывод о наличии или отсутствии возрастных различий по обследуемым группам целым. Во-вторых, решается вопрос о степени выраженности индивидуальных различий, то есть о том, в какой мере данные, полученные при обследовании одного испытуемого, отличаются от среднегрупповых показателей. И, наконец, в-третьих, если мы имеем экспериментальные данные по развитию других характеристик внимания, то можно осуществить интериндивидуальный анализ, соотнеся между собой величины шкальных оценок по различным свойствам внимания. Оценка кратковременной памяти. Для проведения исследования нужны 9 геометрических фигур и 12 написанных на карточках слов. Гора, игла, роза, кошка, часы, пальто, книга, окно, пила, вилка, нога, ваза. Тестовый материал предъявляется через прорезь в картонном листе. Время экспозиции каждого элемента 2 секунды, а интервал между экспозициями 1 секунда. Занятие проходит индивидуально. Работа начинается после усыновления с ребенком доверительных отношений. Испытуемый садится за стол напротив экспериментатора и приступает к выполнению задания, получив устную инструкцию. Сейчас я буду показывать по порядку и только один раз геометрические фигуры или слова. Необходимо запомнить и по моей команде нарисовать или написать их. Выполнять задание нужно быстро и без ошибок. В протоколе экспериментатор фиксирует время воспроизведения, количество правильно воспроизведенных элементов и ошибок. При обработке результатов подсчитывается количество правильно воспроизведенных элементов С, ошибочно воспроизведенных элементов М и пропущенных элементов Н. Показатель продуктивности памяти вычисляется по формуле, которую вы видите на экране. С помощью специальной таблицы определяется поправка на время выполнения задания t. Затем вычисляется показатель объема кратковременной памяти по формуле a равно b плюс t. На основе индивидуальных данных по показателю успешности кратковременной образной памяти подсчитывается средняя арифметическая величина показателей успешности по группе в целом. Для получения групповых возрастных различий необходимо сопоставить рассчитанные экспериментальные данные между собой. Для последующего сопоставления полученных данных с другими характеристиками памяти, а также для интериндивидуального анализа, необходимо осуществить перевод абсолютных значений объема кратковременной памяти в шкальные оценки. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии межгрупповых, например, возрастных различий о том, в какой мере отличаются данные, полученные на одном, испытуемом от среднегрупповых. При анализе результатов следует иметь в виду, что нормативных данных для данной методики нет, поэтому каждый отдельный результат может быть интерпретирован лишь в сравнении с другими. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первое. Для чего учителю необходима диагностическая информация об уровне интеллектуального развития ученика? Второе. Как используются методики оценки внимания? Третье. Как используются методики оценки памяти? Психологическая диагностика личностных особенностей и межличностных отношений. Психодиагностика наличия и характера учебной мотивации. Учебная деятельность младших школьников регулируется и поддерживается сложной, многоуровневой системой мотивов. Мотивы учебной деятельности показывают, ради чего школьники учатся. У детей, поступающих в школу, преобладают широкие социальные мотивы, отражающие внутреннюю позицию школьника, связанную с потребностью ребенка занять новое положение среди окружающих и выполнять связанную с этим серьезную, общественно значимую и общественно оцениваемую деятельность. Хочу учиться в школе как старшие. На первых парах пребывания в школе эти мотивы в сочетании с достаточно выраженными познавательными интересами способны обеспечить включение ребенка в освоение учебной деятельности и поддерживать интерес к ней. Однако широкая социальная мотивация не может выступать основанием учения в течение длительного времени. Уже к концу первого года обучения, а иногда и намного раньше, у большинства учащихся внутренняя позиция школьника оказывается реализованной, и дети начинают менее ответственно относиться к своим школьным обязанностям. Но по мере реализации этой позиции у детей формируются другие мотивы, поддерживающие учебную деятельность. Сложная система мотивации учения включает следующие группы мотивов. Первое. Содержательные внутренние мотивы учения, учебно-познавательные, заложенные в самой учебной деятельности, связанные с ее результатом и процессом, и направленные на приобретение новых знаний, освоение новых способов действий в области изучаемых учебных предметов. Вторая группа. Мотивы, связанные с косвенным результатом учения, с тем, что лежит вне самой учебной деятельности. Мотивы долга и ответственности перед обществом, классом, учителем и тому подобное. Мотивы самоопределения и самосовершенствования. Мотивы благополучия. Мотивы престижа. Мотивы избегания наказания. Основным побуждающим мотивом учебной деятельности в условиях традиционного обучения для младших школьников, оказывается отметка. Учебно-познавательные мотивы, связанные с содержанием учения на протяжении всего младшего школьного возраста, имеют второстепенное значение и не выступают в качестве ведущего, реально действующего победителя учебной деятельности. Наиболее информативными психодиагностическими инструментами обследования мотивационной сферы ребенка следует считать проективные методики, в частности, проективные игры. В игре, в ситуации условной раскрепощенности, ребенок скорее проявит то, что загнано вглубь. Внешнее наблюдение за поведением ребенка в регламентированной обстановке урока и в присутствии взрослых, даже хорошо организованное и формализованное с помощью системы шкал индикаторов, может не дать валидной информации, особенно о глубинных мотивах поведения. Для диагностики учебной мотивации младших школьников могут быть также использованы методика беседы о школе, рисунки на тему «Моя школа», «Мой класс», «Моя учительница», «Что в школе самое важное», «Что в школе самое интересное» и другое. Для школьников третьих-четвертых классов более информативными являются сочинения на аналогичные темы. богатый материал может быть получен в ходе наблюдения за учащимися на уроках, а также из бесед с учителями и родителями. Психодиагностика должна помочь воспитателю следить за тем, чтобы процесс воспитания шел в ногу с процессом развития, не забегал вперед и не отставал. Только тогда воспитание будет оказывать направляющее воздействие. Важной задачей для школьной психодиагностики развития мотивационной сферы является диагностика устойчивых интересов. Интерес – это смещение потребностей с предмета на сам процесс активной деятельности с данным предметом. Будущая профессиональная трудовая деятельность обязательно должна вызывать у ребенка устойчивый интерес. Психодиагностика способностей ученика. Как выделить одаренных от природы детей среди детей, которые показывают высокие достижения благодаря особым условиям воспитания, например, форсированному натаскиванию со стороны родителей, репетиторов, гувернеров и тому подобное? Этот вопрос требует не только применения особых методик, но и разработки разветвленной дифференцированной системы особых понятий. Способности – это индивидуально-психологические особенности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности. Способности не сводятся к имеющимся у школьника знаниям, умениям и навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладении способами и приемами деятельности. Способность – это не что иное, как обычная черта, к оценке которой мы применяем социокультурный норматив. Поэтому в отсутствии правильного поведения мы говорим об отсутствии соответствующей способности. Например, повышенная способность концентрации внимания нередко сопутствует сниженной способности к переключению внимания. С точки зрения психологии черт, мы говорим в этом случае, что когнитивная ригидность преобладает над когнитивной гибкостью. Когда ситуация требует частого переключения внимания, мы говорим, что у данного ребенка снижена или неразвита соответствующая способность. Таким образом, когда стилевая черта влияет на результат, на успех или неудачу в какой-то ситуации, то она часто описывается в терминах способностей. Способности принято делить на частные, общие и специальные. К частным способностям относятся классические психические функции, когнитивные функции, восприятие, внимание, память, воображение, воля, мышление. Общие способности, такие, например, как способность к выявлению и экстраполяции закономерностей, развиваются на основе частных способностей, но они относительно независимы от когнитивных функций. Взаимодействие общих способностей с чувственно-конкретным материалом, которым они применяются, дает нам смешанную категорию, которую удобно называть общими модальными способностями. Физиологические предпосылки, связанные с генетически заданным уровнем развития определенных органов познания, определяют индивидуальные различия в исходном уровне этих общих модальных способностей. Развитый от природы фонематический слух дает преимущество для развития речи и речевого мышления. Высокая мануальная координация, ловкость работы руками, дает импульс для развития наглядно-практического мышления, на базе которого развивается позднее технический интеллект. Модально-специфичные общие способности нашли отражение в факторно-иерархических теориях интеллекта, авторы которых выделяют. Нумерический интеллект, способность к вычислениям. Вербальный интеллект, языковые способности. Пространственный интеллект, образно-конструктивные способности. Техника-практический интеллект и тому подобное. Приобретая опыт активной деятельности, целенаправленного поведения с определенными предметами и совместной деятельностью с людьми, ребенок развивает свои специальные способности. Таким образом, грань между общими и специальными способностями является условной и относительной. Специальные способности развиваются на базе общих. В ходе обучения и самообучения общие способности как бы обрастают конкретными умениями и навыками. Но успешность в оперировании словами, числами, пространственно-геометрическими фигурами зависит не только от общего потенциала обучаемости, гибкости и скорости формирования навыков и универсальных умений, но и от физиологического базиса частных способностей. Первые успехи одаренных детей, подкрепленные со стороны взрослых и сверстников, приводят к развитию определенных мотивационных и стилевых черт, интересов и склонностей. Склонностью в этом контексте разумно назвать специальную способность, которая превратилась одновременно в мотивационную черту и соответствующий интерес. Таким образом, сферы способностей и черт тесно взаимодействуют между собой в процессе формирования индивидуальности ребенка. Склонности побуждают ребенка упражняться и совершенствоваться именно в том, что получается хорошо, что выделяет его среди сверстников в лучшую сторону. В результате специальные способности, поддержанные соответствующими склонностями, развиваются гораздо быстрее. Диагностика общих способностей, как правило, осуществляется с помощью тестов интеллекта. Особый интерес в этом плане представляют так называемые тесты пространственного мышления, в которых требуется решать краткие задания, представленные в невербальной форме, в виде рисунка, графической схемы и т.п. Эти методики призваны выявить потенциал обучаемости, свободный от влияния культурных эталонов и навыков логико-мыслительной деятельности. Самый популярный пример теста на визуальную логику – прогрессивная матрица равена. Все специализированные методы тестирования специальных способностей кратко перечислить невозможно, так как стимульный материал, а нередко и методические приемы отражают специфику этих специальных способностей. Например, когда тестируется пассивная зрительная память, проводится экспериментальная диагностическая процедура по типу задачи на узнавание, знакомого стимула среди незнакомых. А когда тестируется активная память, ставится задача на воспроизведение, назвать предъявленные слова и т.п. Психодиагностика межличностных отношений школьников. Правильно оценить отношения между учениками в классе, прогнозировать их реакции друг на друга, понять, кто более популярен среди ребят, а кого они избегают – вот далеко не полный перечень проблем, с которыми сталкивается учитель, работающий с классом. Такое пристальное внимание к отношениям между одноклассниками можно объяснить целым рядом причин. Во-первых, коллектив школьного класса выступает важным условием развития личности каждого ученика. Для школьника его отношения с одноклассниками являются очень важным фактором личностного развития. Здесь необходимо уточнить, что важны как отношения с отдельными одноклассниками, так и ощущения ребенка от своего положения в классе. Во-вторых, в практике каждого учителя существуют ситуации, когда он имеет дело не с одним отдельным учеником, а с классом как единым целым. Одной из важнейших особенностей класса является специфика межличностных отношений внутри него. В-третьих, в педагогике существует распространенное мнение о важной положительной роли коллектива в воспитании личности ребенка. Таким образом, говоря о диагностике межличностных отношений в классе, мы имеем в виду общую социально-психологическую характеристику класса как целого, а также анализ положения каждого ребенка в системе отношений в учебной группе. В психологии малой группы принято выделять две основные структуры отношений в коллективе – формальную, официальную и неформальную, неофициальную. Формальная структура представляет собой соотношение позиций членов группы друг относительно друга, заданное извне, независящее от членов данной конкретной группы и примерно одинаковое для всех групп этого типа. Элементом формальной структуры в школьном классе может быть позиция старосты, какие-то другие должности, которые в конкретной школе или классе придуманы для организации обучения или для внеклассных дел. Неформальная структура – это стихийно возникающая в процессе жизнедеятельности группы система отношений ее членов друг к другу. Неформальная структура может быть чисто эмоциональной, то есть отражать, кто кому в группе симпатичен, а кто кому не нравится. В основе неформальной структуры могут лежать и другие критерии, например, отношения к общему делу или какие-то другие важные для группы моменты. Существенно то, что неформальная структура всегда является результатом взаимодействия конкретных людей, составляющих определенный коллектив. В школьном классе формальная структура почти отсутствует, зато неформальные отношения играют очень большую роль. Каждый член группы обладает определенным местом в системе отношений членов сообщества друг к другу. Эта позиция может быть названа социально-психологическим статусом. Статус любого человека в коллективе имеет свои специфические параметры, однако все многообразие оттенков отношений между членами группы можно свести к четырем наиболее существенным позициям. Звезды, предпочитаемые или популярные, отвергаемые и изолированные. Звезды – ребята, пользующиеся максимальной популярностью среди своих одноклассников. Предпочитаемые – такие члены класса, которые обладают достаточно широким кругом связей со своими одноклассниками. Отвергаемые – ученики, с которыми подавляющее большинство ребят в классе не хотят иметь дело, но сами они стремятся к общению с одноклассниками. Изолированные – дети, которые сами не проявляют инициативы в установлении контактов с одноклассниками, а те, в свою очередь, не имеют выраженного к ним отношения. Для определения статусной структуры школьного класса, как, впрочем, и многие другие групп, часто используют социометрическую методику. Эта методика представляет собой один или несколько прямых вопросов о том, с кем из одноклассников школьник хотел бы выполнять какую-либо работу, заниматься каким-то делом, иметь какие-то отношения. Например, напиши, пожалуйста, с кем из одноклассников ты хотел бы сидеть за одной партой. Очень важно при формулировке вопросов учитывать реальные интересы ребят и правильно прогнозировать, почему они будут выбирать для определенного вида деятельности тех или иных партнеров. Эти вопросы в социальной психологии называются социометрическими критериями или критериями социометрического выбора. Они должны быть значимыми для ребят, чтобы их взаимные оценки были не случайны. Заключение. Таким образом, в основе диагностики психического развития школьника лежат как принципы общей психодиагностики, так и приемы, определяемые возрастной спецификой школьника. Особое место в формировании методов диагностики психического развития школьника занимает предложенная Выгодским концепция зоны ближайшего развития. Использование этой концепции позволяет применять разнообразные методики для определения потенциала психического развития школьника через определение его возможностей выполнять задания совместно со взрослым, при условии, что самостоятельно эти задания выполняться не могут. В практике школьной психодиагностики могут использоваться и специально созданные для работы с учащимися тесты, и тесты, имеющие соответствующие формы для проведения в школе, и тесты общего назначения, но с учетом возрастных норм. При проведении диагностики не следует забывать об основных принципах работы школьного психолога. Формирование отношений в классе является одной из важнейших детерминантов психического развития школьника, в особенности его социально-психологического развития. И поэтому корректное проведение социометрических процедур в классе является необходимым условием получения важной информации. Рекомендуемые темы для обсуждения 1. Особенности динамики мотивов ученика 2. Способности и их диагностика 3. Какие статусы учеников выявляются при помощи социометрии 3. Продолжение следует... Продолжение следует...